всем привет сегодня мы будем рисовать с вами пастелью коричнево-черную кошечку с бежевыми полосками зелеными глазками и таким розовым ошейничка для начала мы наметим общую форму я буду использовать бумагу пастель мат у меня размер 20 на 25 сантиметров потому что портрет у нас сейчас будет относительно небольшой кошечка будет смотреть прямо и вообще такие позы очень хорошо использовать если вы только учитесь если только начинаете рисовать потому что это будет попроще чем брать какой-то сложный ракурс поэтому разберем подробнее с вами шерсть вот такие разные сложные оттенки коричневые цвета которые тоже выглядят по-разному при разном освещении и давайте начнем я был коричневым карандашиком намечать общую форму наметим верхнюю часть и примерно где у нас будет заканчиваться голова смотрим чтобы сверху было расстояние и у нас еще поместились ушки дальше легко я намечаю овал головы даже круг можно сказать форма довольно округлая у нас так вот легко легко после этого шарика мы добавляем нам ушки примерно пока что просто находим по композиции всю эту область и ниже мы покажем участок шеи и грудки вот таким вот легким силуэтом чуть-чуть потолще делаю участочек шеи потому что она у нас довольно да такая пушистенькая и плотная с другой стороны тоже чуть-чуть добавляю здесь получится пойдет наша мордочка и еще немного четче я делаю ушки вот так вот наметили сразу ушки отделяем вот такой вот пушистой полосочкой можно теперь добавить нижнюю часть где идет подбородочек добавили завершение мордочки снизу и теперь мы примерно находим где будут наши глазки глаза у нас немножко как будто смотрят наверх и в левую сторону от нас но все равно они довольно раскрытые такие овальные формы расстояние кстати между глазками она будет примерно равно одному глазику только прям от внешнего уголка до от внутреннего до внешнего поэтому расстояния такое должно быть достаточно и между ними и обязательно проверяйте чтобы с правой стороны от нашего глазика помещался как будто бы еще один глаз точно чтобы они не были очень крупными самая частая ошибка когда мы делаем с вами прям очень-очень такие большие глаза вот важно будет эти моментики за ними следите немного поправлять когда наметите глазки от них будет уже проще начать делать форму носика сначала виде такой буковки т толстенькой делаем дальше сможем уже чуть подробнее это уточнить и сразу можете рядом с глазами сделать такие светлые ореолы светлые участки шерсти показать это нам поможет найти нужные нам полосочки затемнения видите такие прям четкие полосы которые вертикально идут над нашими глазками и здесь характерная для очень многих кошек такая буковка м можно сказать но здесь она даже из четырех частей состоит три такие полосочки вместе по серединке и две по бокам поэтому примерное расположение рисуночка мы сейчас с вами делаем то же самое со зрачками очень легко можете их наметить как они пойдут по серединке глаз дальше мы сделаем щечки у нас еще есть расстояние от подбородочка до окончания всей мордочки да то есть такой как но не второй подбородок но дополнительная складочка шерсти которая здесь находится что касается щечек их можно примерно относительно глаз проверить посередине где-то глазика будет у нас щечка заканчиваться это поможет нам проверить ее и не делать очень маленькой или наоборот очень большой и длинный вот такие щеки у нас пойдут дальше мы сюда добавляем подбородочек причем подбородочек он будет не настолько до большой по высоте как щечки щечки все-таки будут более массивные и объемные а дальше нам осталось проверить где там полосочки самые темные находятся причем они интересным образом соединяются вот эти полоски снизу они идут к такой s-образные полоски рядом с глазами вот эта полосочка находится ниже немножко верхнего уровня глаз на то здесь идут как такие стрелочки остренькие и эта полосочка начинается немножко ниже осталось проследить полоски на лбу даже не полоски а скорее просто такие затемнения они идут как видим треугольничка чуть-чуть показать где темные участки на ушах и снизу нам остается добавить ошейничек ошейник у нас из разных оттенков состоит здесь есть и колечко определенная да мы его тоже добавим и рядом с ним мы добавим полосочки которые тоже будут темные мы потом будем с вами черным цветом прорисовывать чуть чуть темнее сделаю еще полосочки на зоне лба смотрю чтобы это аккуратно выглядело но и здесь хорошо что мы потом все равно с вами работаем с темным карандашиком по этой области поэтому можно наметить и где-то даже и поярче глазки чуть-чуть еще можно уточнить особенно сверху да но и в принципе весь контур у нас довольно такой плотный поэтому можно их делать довольно четкими осталось нам слегка наметить еще участочки на левой щеке то есть прям как видим вот так вот полосочки которые идут друг за другом их так и намечаем дальше уже в цвете мы сможем их уточнить и сделать более такими конкретными обязательно затемнение которое в уголке глаз идет рядом с носиком и подчеркиваем носик тоже чуть-чуть вот так вот можно уже вырисовывать немного ноздри то есть сейчас главное чтобы основные такие формы мы с вами схватили чтобы все перенесли основное дальше можно будет уже пастелью доделать ну начнем мы с вами с фона этом я все сделала давайте до сделаем фон и можно в принципе оставить его и такого оттенка у меня это бумага по моему ну серый серый какой-то оттенок пастельмата можно взять какой-то коричневатый бежевый да в принципе для любого портрета любой анималистики хороши будут какие-то плюс-минус натуральные оттенки не очень светлые и не очень темные а фон давайте сделаем такой поинтереснее хочу немножечко такого свечения добавить вокруг нашего котика это будет хорошо выглядеть точнее кошечки да наверное скорее всего сделай немного свечения фон поинтереснее сама кошка будет выделяться на светлом фоне то есть она будет более темная по цвету для фона я хочу использовать разные бежевые теплые и другие холодные оттеночки сделаем такое сочетание тепло-холодное и чтобы появилось свечение вокруг кошечки я добавляю бежевый мелок это у меня галере мелочке они такие средние по жесткости в принципе и по качеству тоже такие нейтральные добавляю чуть-чуть рядом с ушками я хочу как бы такой светящийся ореол сделать это будет очень здорово выглядеть и мы намешаем разные оттенки также я добавляю вот такой вот немножко розовато персиковый оттеночек это тоже галере сейчас мы сначала цвета нанесет а потом будем их уже перемешивать между собой дальше у меня вот такие тоже очень красивые по оттенкам мелочке пастельные по цвету деле ровни из наборчика светлые добавлю тоже рядом и плюс я хочу немножечко так нейтрализировать вот эти желтые оттенки то сделать их чуть-чуть помягче поэтому добавляю вот такой вот сиреневатый и делаем контур рядом с вообще со всем силуэтом плюс немножечко мы можем на силуэт заходить он может получаться чуть-чуть у нас меньше то есть это делаем специально чтобы потом пушистые волоски уже выводить собственно на наш фон уже вот так вот побольше погуще слой добавляю перемешиваю с предыдущими оттеночками и сейчас какой-нибудь потемнее добавим добавим вокруг давайте смешаем тоже разные я беру вот такой фиолетовый мелочек он еще что хорошо по тону похож на цвет бумаги вообще когда делаете фон старайтесь добавлять оттенки первыми которые похожи на цвет бумаги таким образом у вас все последующие слои пастели будут лучше растушевываться я не хочу на самом деле такой знаете прям яркий радужный фон поэтому чуть-чуть затемнять мы его будем на это вот такой первый слой как подложка я его сделала а дальше нам понадобится растушевка можно взять довольно большую по размеру про растушевки мы с вами знаем да кто забыл уже что да такое то есть это специально вот таким образом свернутая бумага они бывают разного размера бывает поменьше бывают побольше они по сути никакого цвета сами не несут они просто разносят слои которые мы с вами нанесли с помощью пастели и потом все это можно будет уже аккуратненько пригладить пальчиком то есть они помогают как бы распространить по бумаге этот слой и сделать его более ровным для этого могут также служить разные спонжики также кисти также ватные палочки поэтому много вариантов с помощью которых мы можем пастель ровно распределять по бумаге и с ней я немного захватываю цвет где-то чуть ближе подбираюсь к ушкам ушки тоже мы делаем как будто немного более маленькими более худенькими чтобы потом их пушистость выводить на фон первый слой все-таки еще недостаточно у меня большой получился тут многое конечно зависит от бумаги если вы работаете на обычные бумаги на такой классической пастельной которая имеет фактуру с такими ячейками до либо сеточками как акварельная бумага тогда у вас намного легче будет происходить вообще все распределение пастели если вы работаете на абразивной бумаги как я то это будет происходить немножко более долго но зато она и лучше будет слои пастели держать я на пальчики набираю немного темно-коричневого оттенка это тоже мелочке деле ровня они по качеству похожи на мелки от рембрандта например как вот такой у меня голубой мелок я хочу чуть-чуть поплотнее сделать уголки заодно цвет сделать более таким нейтральным не хочу прям очень какого-то радужного свечения хочу чтобы он был сложный с одной стороны но без какой-то супер яркость с другой и на самом деле потом когда мы сделаем с вами кошку то фон тоже можно будет и доредактировать вполне поэтому сейчас такой он будет но если останется в таком виде в принципе хорошо но если будет нужно где-то что-то подсветить или добавить мы тоже без проблем это сможем сделать с помощью пальчиков все это довольно ровно растушевывается тоже распределяется они еще больше приглаживают слой который мы с вами нанесли сейчас я сделаю затемнение на уголочках и потом может быть посмотрим где-то еще слой светлого туда добавим потому что тут важно иметь такую меру до нанести не очень мало пастели но и не очень много нужна золотая середина в этом плане тогда все будет хорошо растушевываться но не будет какого-то огромного такого лишнего слоя пастели на бумажке вроде бы хорошо все лишнее можно вот так подуть убрать чтобы нам это не мешало чуть-чуть можно знаете какого-то бежевый никого добавить у меня есть вот такой теплый оттенок я его иногда с фиолетовым мешаю потому что они вот друг дружку вот так вот дополняют фиолетовый становится менее ярким скажем так чуть-чуть можно посветлее еще рядом с мордочкой и заодно тут у меня будет больше слой тоже будет мягче все распределяться так капельку здесь фиолетового и можно вот такого нейтрального оттенка ну что фон довольно ровный получился в принципе этого достаточно немножечко вот здесь распределю потому что очень такой на рыженький с краю вышел вот так вот размешали дальше пригладили ну что все можно приступать уже к нашей кошечки наконец давайте теперь приступим уже кошечки начнем мы с вами сушат потом сделаем лоб глаза нос и дальше дальше пойдем аккуратненько вниз это будет удобнее всего если боитесь что фон немножечко можете заляпать то сюда добавляем бумажку либо кальку заклеиваете и рисуем с вами сверху вниз на пастельмати особо сильно ничего не размажется потому что бумага крепко держит слои пастели поэтому немного спокойнее я прикрывать не буду то есть буду прям вот так вот где-то ручку чуть-чуть опирать ну что делаем ушки сначала легкий такой потом мы ведем добавляем бордовый оттеночек можно немножко уходящий фиолетовый также тон у меня это получается 610 оттенок от дервин такой бордово-фиолетовый можно также вместо него какой-то похожий брать это может быть и терракотовый оттенок вот этот например 640 идет вот это 610 фиолетовый терракотовый тоже неплох смысл в том чтобы добавить такой красноватый момент который будет находиться в глубине наших ушек потому что всегда ушки они такого теплого цвета с таким розоватым потоном либо с бордовым до либо с красным у всех у всех кошек и первый слой мы делаем именно вот эти вот легкие такие потоны я добавляю даже немножко хаотично где-то да то есть это получается темный оттенок но все равно у него есть немного такой красноватый момент когда первый слой сделали принципе вы можете для этого и какие-то мелочки использовать например на пальчик наносить красноватый либо вот такие бордовые оттенки мелко это же его добавлять поэтому что наверх мы будем делать уже светлые волоски темные да а вот это будет такой первый базовый слой также нам понадобится с вами растушевка растушевка я возьму уже поменьше распределяем по всей поверхности наших ушек слой можно делать небольшой такой очень аккуратненький чтобы просто этот оттеночек там появился а дальше мы сделаем темный контур который пойдет вокруг для этого можете использовать либо черный либо темно-коричневый карандашик можно и темно какой-то серый но то есть плотный цвет который потом мы сможем доработать в принципе лучше чтобы и коричневые оттенки они тоже попадали на самые плотные места чтобы в код не выглядел прям абсолютно черным то есть коричневые коричневые различные оттеночки тоже будут нам нужны и сейчас будем форму ушка делать более конкретной уточнять ее мы видим что есть светлый контур по ушку но сначала все равно мы сделаем с вами вот такую вот темную к емочку покажем как ушки идут снизу видите здесь такое затемнение идет дальше пушистость вокруг нее потом идет небольшая такая светлая полосочка ее можно пока оставить потом мы добавим туда бежевеньки либо охру то есть что-то из таких светлых оттенков карандашей изображение небольшое и конечно удобнее всего будет работать именно карандашиками потому что мелки они будут давать довольно толстую линию за исключением если у вас например больше формат либо вы используете специальные такие мелки в стиках например как бывают у фаберкастл у галере тоже кстати такие бывают которые более тоненькие с ними еще будет довольно удобно работать но вот с толстыми просто ну не попадете в какие-то штрихи да поэтому карандаши все равно конечно нам нужны особенно если мы хотим делать с вами детализацию прорисовку фото реализм и так далее я вот так аккуратненько перехожу от одного контура ушка к другому пока что без какой-то супер прорисовки но все равно стараемся показать уже где идут темные участочки и примерно добавить нам направление шерсти тоже за этим сразу следим это легче сделать сразу чем потом мы будем добавлять туда дополнительные штрихи что-то менять легче сразу сделать направление и мы выходим уже за готовый контур на фон фон как раз с помощью фона мы зашли с вами на ушка вот сейчас делаем наоборот чтобы пушистость она немножечко на фон выходила вот такой контур сделали снизу смотрим как ушка идет видите изгибается еще одна арочка то здесь идет такой хрящик который тоже покрыт шерстью характерно для всех кошек рядом с ним добавляем немножко пушистости добавила еще шерстки на ушко которое справа и то же самое делаем по краешку здесь показываем небольшие штришочки плюс направление шерсти делаем вот так и потом уже пойдем с вами дальше но сейчас останавливаемся нам не обязательно идти вниз по всему контуру можете только чуть-чуть показать какие-то отдельные пушистые волоски которые выходят на фон это очень-очень легко так вот прям нежно показываем будем переключаться с вами с темного оттенка на светлый и так далее для достижения такого максимального эффекта реалистичного вот такое пушистое ушко по краешку сделали обязательно когда работаем с шерстью которая на фоне да то есть уходит на фон извне нашего силуэта то обязательно рисуем от основной формы выпуская вот так вот легко штрихи чтобы получались как можно более такие мягкие и но такие уходящие прям волоски в никуда чтобы они были очень-очень легкие так вот такой вот пушистый код уже с пушистыми ушами теперь давайте посмотрим достаточно ли нам здесь плотного оттенков вот такого темного чуть-чуть я бы больше добавила бордового на ушко слева ощущение что там немного не хватает то есть там как будто подложечка более такая темненькая даже можно где-то его сейчас с коричневым вот так вот объединить перемешать и интересные моментики присутствуют в серединке такой немножко розово-серый оттенок вот на правом ушки да если вы заметите даже за этими светлыми волосками как будто вот пробивается какой-то такой чуть-чуть более светлый и более сероватый оттеночек растушевала и теперь мы сделаем с вами теплый контур который будет идти вокруг я часто делаю это даже с двумя карандашиками например вот сначала я беру такую охру она более яркая и с ее помощью я просто создаю вот такой вот контур насыщенный по цвету сделали это с правой стороны и теперь то же самое делаем слева когда мы добавим яркий оттенок охры мы сможем со светлым с каким-то светло-светло бежевым либо даже с белым взять и добавить туда прорисовку и получается что оттенок будет такой у нас многогранный можно сказать будет много разных оттеночков бежевый точнее такой охристый желтый это брюнзил 27 номер очень неплохая такая яркая охра часто подходит и для анималистики вообще очень неплохие у них бежевые оттенки белый сейчас можно взять в принципе любой у меня под рукой вот такой остаточки можно сказать угольного карандаша дженерал парочку у меня их осталось я нашла в принципе альтернативу потому что они считаются одни из самых таких ярких мягких насыщенных белых карандашей альтернатива есть в кохиноре кстати закончился у меня этот карандаш и точнее там было даже три карандаша в наборе они идут как белый уголь да потому что кохинор и есть белый мелан тоже очень популярный и очень много где продается есть также белый уголь вот белый уголь там полностью такая белая облаточка карандаша грянцевая вот он прям самый насыщенный можно сказать по цвету по пигменту и такое как будто бы даже жирненький немного в принципе как замена а вот этого белого дженерал то есть он не такой но вот визуально вы можете создать очень яркую линию такую четкую и даже по уже довольно густому слою наверх в чем собственно проблема до чаще всего возникает особенно и на обычные бумаги когда вы поработали сделали уже слои потом хочется вроде белым карандашом тоненько что-то подчеркнуть но карандаш не ложится и не получается этого яркого цвета вот он эту проблему хорошо решает ну что дальше можно уже прорисовку небольшую дать с белым карандашом показать как у нас идут самые яркие волосинки самые самые светлые по краешку они идут и с левой стороны то есть мы как будто чуть-чуть вот причесываем те темные волоски которые мы сделали и добавляем туда наверх белые так серединке принципе можно любые использовать по качеству белые карандашики вот такой кстати он довольно твердый но тоже неплохой карандаш это что у нас получается это лира да по-моему вот такая тоже он идет как угольный карандаш и можно подумать да то есть либо пастельный только пастельный должен быть но нет угольные карандаши это все идет практически то же самое да то есть вы можете вместо пастельного брать угольный карандаш либо брать меловой но меловые они обычно прям такие более легкие очень мягкие не дают такой четкой линии но они хорошо помогают разбавить цвет сделать его легче смягчить вот таким образом ну что светлые волоски мы прорисовываем сначала такую основную базу этих волосков я показываю то есть примерно их рисуночек а дальше мы будем их уточнять делать поярче и добавлять даже туда теплый оттенок явно туда на эти белые полоски нам нужно будет добавить чуть-чуть теплого желтенького потому что есть такой теплый потом либо может быть из-за освещения да тоже то есть волоски не выглядят холодными они довольно теплые по цвету особенно прядочки снизу такие прям немножко солнечные можно сказать и сейчас мы делаем рисунок более легким более мягким более светлым заодно а дальше будем снова затемнять у нас будет такая вот работа из одной стороны в другую то есть чуть-чуть затемнели потом немножко осветлили таким образом у нас будут дорабатываться слои будет много слоев и все будет выглядеть очень пушисто и реалистично с белым карандашом я поработала с правым ушком пока достаточно переходим давайте на левое ушко налево я имею ввиду ну которая от нас слева да вы понимаете то есть у кошки это понятное дело ее правое ухо здесь шерсти можно прям побольше по пушистее такой погуще сделать слой и обращайте внимание что самый яркий оттенок белого он именно по серединке потому что шерсть она здесь поворачивает она округла значит самые яркие участки они будут как раз по серединке там будет больше блеска больше свечения это вы можете дополнительные слои белого карандаша вот так вот поярче добавлять именно в серединку то что по краям мы делаем так более мягко более плавно обязательно оставляйте расстояние между штрихами таким образом отчетливо будут видны все волосинки если мы сделаем это очень плотным слоем то просто не будет темного участка между ними и мы не заметим что они отдельно расположены до длинные волоски можно сделать снизу показать пушистость который идет рядом с ушком то есть такой как раз переходик от участка лба к уху все примерно на это мы можем остановиться хорошо чуть-чуть только поярче где-то тоже серединке с правой стороны на ушки делаем на ушки которые справа на чуть-чуть по активнее пока что тоже достаточно и давайте немножко туда яркость я возьму туда желтый у меня желтый вот такой вот стабила и 692 оттеночек подойдет любой желтенький лучше конечно такой немного разбеленный чтобы случайно очень яркий цвет не получился чуть-чуть вот так по насыщеннее поярче делаем эту область с белыми волосками особенно снизу да потому что мы посмотрели там больше там такого теплого оттеночка теперь сделаем затемнение для этого возьмем тут либо темно-темно коричнево-серый какой-то карандашик либо черный черный у меня тоже разные про темно-темно серый это можно вот что сказать смотрите у меня есть вот такой фабор он прям черный покусанный видите котами и есть темно-серый коричневый оттенок 175 он идет а вот это 190 не понять кстати он сто восемьдесят восьмой или 199 но это обычный черный фабор который во всех наборах идет а 175 прям очень понравился мне тем что он он темный но он не совсем черный то есть в нем есть дополнительный оттенок вроде и серенького и какого-то коричневого и он получается очень интересный вот может быть на камере даже не настолько видно но в живую он прям очень хорош и дает прям такие красивые сочетания в любом случае можно и с черным это делать и лучше всего кстати заточить пострее карандашик либо взять более твердый фаборы они все-таки более тверденький они для этого подойдут даже не сильно заточенные нам нужно будет уточнить основные волоски где-то добавить темного между светлых волосков таким образом светлый будут еще ярче смотреться да еще более активными их мы подчеркиваем добавляем сейчас дополнительную пушистость по всей поверхности с правой стороны и немножко наверху добавляю темных волосков главное серединку особо не трогать потому что там должны у нас белые светлые оставаться и то же самое делаем с ушком которая справа от нас и стараемся попадать именно на какие-то уже темные участки светлые оставляем обязательно делаем расстояние между штрихами таким образом у нас будет как раз вот такая вот пушистая поверхность буду штрих очки видны и все-таки окрасом видите такой чередуется на волоски темные светлые где-то они конечно собираются в темные полосочки но по сути окрас вот такой вот с чередованием вот этих волосков чуть-чуть еще можно краешки сделать поплотнее здесь прорисовать волосков побольше как бы мы все больше уточняем и уточняем делаем немножечко конкретнее наш рисунок внутри тоже можно подобраться чуть-чуть где-то затемнить области сделать светлые участки за счет этого более светлыми по штриху немного снизу так и какие-то самые активные волоски можно еще немножко сделать с нажатием вроде бы хорошо все смотрится в серединке тоже можно чуть-чуть добавить темного вот так вот на краешке и с ярким белым давайте сделаем самые яркие волоски те которые немножечко отличаются по направлению прям несколько вот так подчеркиваем это будет довольно эффектно выглядеть можно это делать с нажатием чтобы они действительно были заметны на фоне остальных волосков ну и на темном фоне тоже слева тоже чуть-чуть подчеркиваем прям некоторые отдельный наверху вот где-то они присутствуют попробую еще с другим карандашом прям самый яркий белый который у вас есть выбирайте ну чтобы относительно тоненький он все таки был так ну что хорошо хорошо все выглядит теперь мы пойдем с вами ниже поэтому проверяем селе у нас волоски на месте и пойдем дальше с одной стороны кажется такой простой окрас но с другой очень много разных нюансов мне нравится рисовать когда вы знаете такие черно-коричневые бежевые кошки потому что много разных волосков очень интересно все это смотрится но и заодно с помощью этих темных полосок но так сильно не запутаешься довольно приятно рисовать именно такие окрасы шерсти теперь давайте на темные полосочки как раз мы и будем переходить мы их уже наметили осталось их чуть-чуть почетче выделить можно немножко поконкретнее для этого подойдет самый такой темный плотный карандашик который у вас есть довольно черный вот такой это у меня карандаш от брензил у него 10 номер он мягкий что в принципе с одной стороны хорошо потому что он дает яркое нанесение но в то же время линия не всегда получается такой четкой но зато он действительно прям черный черный его можно нанести как такой первый базовый слой а потом уже дорабатывать добавляем дальше черные полоски и плюс справа вот эти треугольнички где у нас идут затемнения можно с ними тоже поработать сделать там более легкий слой но у нас сейчас будет задача распределить все это по тону поэтому мы смотрим где у нас черный цвет находится добавляем затемнения пускай даже вот так вот очень легко еле касаясь карандашиком например как здесь на участке переносицы остальное то что у нас пока светлое мы оставляем цветом бумаги и будем дальше уже там работает с другими сочетаниями но пока мы вот так вот резервируем темные области плюс стараемся все-таки делать это по направлению роста шерсти так вот аккуратненько и можно обозначить принципе начала темной полосочки до которая идет от глазиков она будет как такая граница для нас служить и будет удобнее работать со всем что находится выше поэтому легко показываем что вот она так уходит вниз это мы сделали сейчас можно перейти на карандаш какой-то более четкий если тот вас был слишком мягкий например да мягкие также бывают различные угольные карандашики они прям дают яркую линию и мягкую но не всегда довольно четкую поэтому для прорисовки каких-то прям более конкретных точных деталей я использую более жесткие карандашики вот например типа такого faber каста про который мы с вами говорили и давайте сейчас заточным черным карандашом пастельным мы сделаем форму у глаз мы не будем их прям сейчас прорисовывать но они тоже послужат для нас такой границей для участка лба чтобы потом мы прорисовали лобик и уже глазам перешли сначала аккуратненько линию можно сделать потоньше потом если что пройтись еще одним слоем глаза у нас такие прям овальные получаются миндалевидные можно сказать зрачок легко очень легко тоже можно наметить чтобы мы потом его не размазали ни в какие стороны это показали потом потемнее участочек также у слезнячка идет ниже нас опускается вообще довольно плотная такая темная шерсть теперь сделаем второй глазик его тоже обрисовываем четкую линию делаю сверху показываем там так вот наверх уходит линия как реснички такие как будто бы поворачиваем вниз и подчеркиваем форму глазика снизу тоже довольно четко довольно темной линии теперь возвращаемся к уголочку здесь закрашиваем делаем такой темный треугольничек уходим ниже и вот так вот затемнили рядом с глазками принципе этого у нас будет с вами достаточно сейчас можно будет проработать зону лба будем уточнять темные участки начать можно с левой части и что у нас здесь происходит у нас идет с вами сочетание волосков более темных да и более светлых за счет чего как раз и получается такой серо-коричневый оттенок потому что разные сочетания волосиков волосинок там идут и там где вы видите что есть такой средний тон вы добавляете туда черный просто довольно легко также мы заходим и соответственно на те участки которые мы уже черным покрыли что касается самых светлых участков туда мы тоже подходим с черным но там прям совсем совсем еле касаемся потому что если приглядеться мы увидим что эти черные волоски они присутствуют везде просто они находятся в разных количествах да то есть где-то их побольше где-то поменьше но они все равно везде есть и плюс мы начинаем уже обращать внимание на длину волосков например на участках там где виски они более длинные там где ближе к носику и где зона переносицы они более короткие прям вот такими точечными движениями их можно сделать они очень очень небольшие соответственно обращаем с вами внимание на темноту черного цвета на направление шерсти и на саму длину волосков это все если будем соблюдать у нас будет прям вот как на нашей фотографии будет такой же котик ну что серединку с темными участками можно кстати еще поплотнее сделать на вполне туда можно добавить затемнение и где-то с черным прям вот так вот отпустить волоски чтобы они еще больше выходили на участочек фона соединяем вот эти маленькие волоски с более длинными которые на лбу и в принципе следим за всей этой формой полосок при необходимости можем сделать более толстой более такими четкими эти полосочки также затемнение больше можно дать на вот эти до два темных участка которые идут над глазками потому что потом скорее всего мы чуть-чуть зайдем на эти области со светлым цветом поэтому если сейчас у нас получится темные полоски немного шире это будет не страшно и так через серединку мы переходим к правой области тоже показываем здесь фактуру шерсти рисуночек даже скорее до такой характерный когда уходим вправо то мы поворачиваем наш карандашик и у нас штрихи они расположены уже теперь горизонтально здесь мы можем от темной полосы ввести их и даже вот добавить на фон на фон добавляем тоже легко легко вот так вот отпуская карандашик делаем обязательно небольшие расстояния потому что нам нужно будет сюда помещать еще и светлые оттеночки карандаша также чуть-чуть вот в светлую область я тоже могу залезть вместе с черным карандашом просто контролирую его яркость чтобы очень таким темным он там не был давайте тогда доделаем и слева участок от темненькой полоски потому что справа мы сделали и значит здесь тоже можно будет чуть-чуть поработать вот такой вот пушистость добавляем так ну что хорошо давайте будем теперь другим цветам переходить там есть также теплые оттеночки поэтому сейчас нам нужно будет добавить коричневый карандаш коричневый мы можем выбрать с вами оттеночек либо довольно ну такой темненький вот сейчас покажу на примере это у меня оставила карандаш коричневый уже него подстерся правда его номер вот на свободном участке покажу то есть он довольно плотный на такой классический коричневый можно сказать можно добавлять и какие-то более нейтральные более светлые например например вот такой еще есть брунзил на тоже правда вот этот темненький но он немножко поярче то есть в нем больше такого красноватого оттенка и один из моих любимых его можно будет нужно будет под заточить вот такой коричневый яркий от faber каста он хорош даже знаете не для таких кошек он прям для рыжих кошек очень очень хорош можно использовать и вот такие вот монолиты малевич у меня они обломались когда падали это их минус они будут давать более такой легкий тон в принципе с ним можно и поработать поэтому такой средний любой на самом деле коричневый нам понадобится это для того чтобы чуть-чуть смягчить участочки фона где фон просвечивает и уйти от совсем прям яркого темного черного немножечко добавить туда цвета поэтому везде легко мы просто с коричневым проходимся дальше будем добавлять туда оттеночки охры оттеночки желтого и потом уже белым поэтому идем от темного к светлому темного к светлому очень часто мы как раз таки поступаем когда рисуем пастелью бывает что переключаемся да как мы делали на ушках а иногда даже часто это сделал довольно просто потому что светлые светлые волоски светлые линии они как правило находится сверху и поэтому их логично сделать уже последними чтобы они были как раз вот так наверху были яркими желтенький такой вот желтая охра любая охра на самом деле яркая может быть либо сиена даже какая-то яркая вот такая от брюнзил у меня карандаш 27 про который мы говорили и будем его добавлять на некоторые участки особенно на просветы там где мы оставляли фон они также попадают на участке где будет потом белый это нужно для того чтобы потом белый карандаш попал на эти зоны перемешался с предыдущим с желтым с коричневым и дал там красивый оттенок чтобы он не смотрелся серым потому что если мы этой под ложечки сейчас не сделаем то белый карандаш он будет выглядеть как будто серый потому что он перемешается светом бумаги но даже можно не не брать цвет бумаги в расчет он перемешается с черным и он будет тогда действительно серая нам это не нужно у нас все равно есть коричневатый такой теплый оттенок шерсти мы его сделаем особенно вот справа до справа мы видим что у нас довольно много такого теплого поэтому здесь я могу посмелее прям добавить желтый принципы все те же самые мы следуем направлению шерсти заодно у нас добавится больше слоев у нас будет уже такой пушистый кот кошка да точнее вот так везде везде проходимся можно также и на серединку чуть-чуть добавлять немножечко заодно растушевывает цвет черный вот здесь пушистости которые на переносицы ну что вроде бы все с этим участком и поработали можно чуть-чуть еще яркости вот сюда на волоски рядом с ушами немного бронзил кстати очень классно смягчает поверхность они прям такие действительно мягенькие если скажем рисовать чисто одним бронзилом то будет знаете такая прям супер мягкая гладкая шерсть очень нежная потому что они и яркие и в то же время очень хорошо сглаживают поверхность что теперь с белым карандашиком мы будем уже светлые самые светлые участки туда добавлять причем это нужно будет делать внимательно а именно чтобы она сохранялся рисуночек шерсти потому что например видим вот эту светлую полоску рядом с ухом который состоит из шерстинок вертикальных потом идет перерывчик из темной полосочки это значит что туда мы добавляем меньше белого и больше белого добавляем уже на область снизу поэтому важно вот так вот продумывать смотреть где у нас идут вот эти недостающие участки на которые мы будем добавлять сейчас беленький по сути как и с черным мы его добавляем с вами везде но на какие-то светлые области мы просто добавляем его больше особенно скажем участок над глазиком над зрачком вот там белого довольно много здесь мы делаем такие относительно не длинные штрих очки я стараюсь придерживаться направления но плюс меняю направление каждого штриха чуть-чуть там буквально на несколько градусов за счет этого как раз достигается вот такой вот эффект пушистости если мы будем все штрихи делать в одном направлении то тогда шерсть будет выглядеть более такая гладенькая она будет более причесанная как будто если немножко направление мы меняем то будет больше пушистости плюс будут происходить небольшие пересечения у волосков и будет ощущение что шерсти много как будто мы там прорисовали все на свете волоски но на самом деле понятное дело не так мы даже но не обязаны прорисовывать каждый волосочек конкретно да на нужном месте мы просто придерживаемся вот этого тона то есть видим где светлый вот там добавляем светлые волоски и так далее и все равно визуально это будет выглядеть очень правдоподобно будет казаться прям что вся у нас кошка такая пушистая пушистая рядом с глазиком там где идут светлые участки туда тоже белого добавляю причем здесь видите белый он уже перемешался вместе желтым и получается то что нужно получается такой вот теплый белый оттенок и здесь вы можете варьировать эту теплоту если нанесете больше белого цвет станет более светлый и это желтенький он немножко уйдет если мы добавили белого чуть-чуть оставили больше желтого то соответственно будет более такой теплый цвет тоже все очень зависит от нанесения от количества цвета до от нажима обязательно с помощью нажима вы вообще можете делать совершенно разные оттеночки где там нажали посильнее яркий белый получился где меньше он перемешался уже с другими цветами то же самое делаю сейчас с правой стороны над глазиком причем над самой темной линии глаза у его контура я там особо с белым не работаю потому что мне нужно показать что эта форма округлая и то есть бровка она как бы поворачивает глазику поэтому самая светлая область она будет вот здесь повыше дальше переходим наверх здесь тоже добавляю самые яркие волоски стараюсь довольно четко это делать вы выбираете карандашик а самую такую острую сторону и делаете вот эти четкие волоски тут скорее всего нам нужно будет добавлять еще темно-коричневый либо черный чтобы чуть-чуть подчеркивать эту форму потому что ну где-то темненького будет не хватать тут ничего не поделаешь все равно где-то белый на него заходит и нам нужно будет его добавлять но это нормально это будет только где-то в некоторых местах не на всех участках наверху также между вот этими полосочками которые мы прорисовали есть светлые зоны там они довольно мелкие поэтому прорабатываем их точечно совсем такие небольшие коротенькие волоски мы добавляем можно будет еще знаете что потом сделать добавим чуть больше черного на эту середину а на черный мы добавим может быть даже синенького такого темного темного в глубину потому что часто участки прям черные они уходят вот такой холодный оттенок поэтому можно будет туда капельку добавлять какого-то плотного такого фиолетового темно-синего ультрамарина и так далее ну прям чуть-чуть это сделаем легкий такой нюансик будет главное не забыть теперь с правой стороны доделываем тоже светлые участки и видите получается что у нас это какой ну вроде бы четвертый слой да скажем так у нас был коричневый у нас был черный потом коричневый потом мы добавили охру и теперь у нас идет беленький за счет этого у нас получается окраска более разнообразная больше таких сочетаний по цвету ну и плюс кажется что шерсть выглядит пушистой поэтому самый главный секрет пушистости это просто большое нанесение слоев это в принципе понятно да потому что с одним слоем и супер пушистость какую-то не сделаем к сожалению нам нужно определенное время чтобы все эти слои наработать и тогда будет именно вот такой эффект с белым я перехожу на участок переносица здесь тоже небольшие штришочки и я стараюсь чтобы они выглядели контрастно чтобы между белыми штрихами там оставались черные и они были довольно темными по цвету проверяю где еще у меня может быть посветлее и прямо с нажимчиком добавляю белый цвет особенно эта серединка зона лба на некоторые уже прям светлые участки я добавляю еще дополнительно светлые штришочки чтобы они больше выделялись чуть-чуть еще с левой стороны здесь на лобике так хорошо вроде бы белого достаточно но чуть-чуть давайте сразу с левой стороны на тут очень очень вот так вот плавненько нежно добавляем не в полную силу я нажимаю на карандаш потому что по бокам у нас форма поворачивает и там уже цвет не будет таким ярким то есть там если даже он очень яркий белый все равно за счет того что идет тень и форма сбоку она не должна быть такой прям супер контрастный насыщенный рядом с переносицы здесь капельку причем заметьте здесь ее светлый участок потом форма поворачивает вниз здесь темная зона и потом наверху опять светлая то есть свет именно вот наверху этих бровок а здесь участок где уходит вниз хоть и волоски светлый то там все равно будет идти тень хорошо так давайте давайте тогда мы сделаем чуть-чуть снова к черному вернемся можно будет и капельку черного для углубления и может быть потом капельку коричневого просто чтобы черный не был очень глухой чтобы такой он смотрелся поярче и смотрю где я добавила белый слишком много какие-то из черных из темных волосков я увожу поглубже они будут смотреться плотнее и за счет этого будет контрастнее выглядеть шерсть будет она более такой прям нарядный пушистенькой выглядеть наверху немножко где лобик там не хватает черного однозначно больше туда можно добавить штрихов главное беленькие там оставлять делать штрихи с таким перерывом наверху ближе к правой стороне тоже можно чуть-чуть доработать и парочку еще длинных таких волосков я туда выведу полосочка более плотная будет с правой стороны и возможно пока были все эти манипуляции да с белым вы могли чуть-чуть по форме как-то нарушить темные полосочки поэтому сейчас их проверяйте мы будем восстанавливать чтобы они были всем плюс минус правильно расположены вот теперь стало потемнее да немного так как нужно вот этот треугольничек который справа его тоже чуть-чуть увозим более плотный темный цвет между светлыми участками белыми добавляют темные такие контрастные здесь сочетание получается и плюс это поможет выделить белую полосочку которая находится здесь сверху так она будет смотреться более ярко есть еще одна темная полосочка повыше и если вдруг да вдруг где-то белый ушел то вы тоже всегда вот так вот раз можете его добавить это работает во все стороны и в затемнение и осветление чуть-чуть вот сюда к ушка подобрались ушек в принципе все нормально парочку только здесь штрихов можно добавить выходим на полосочку темную вот эту широкую которая идет справа нам их тоже потом еще дорабатывать здесь мы их но вот так вот на половинку пока только сделали потом еще будет идти доработка когда мы уже приступим к средней части нашего портрета будем рядом с носиком работать и потом на эту область тоже перейдем пока что можно только вот так вот приблизительно ее сделать плюс-минус когда делали рядом с глазками получается точечки которые на переносицы там где прям совсем небольшие волоски добавляю это практически такие точки что-то средние даже между точками и полосками очень очень мелкие вот такие волоски идут ну что немножечко теплоты туда капельку яркости давайте возьмем какой-нибудь прям коричневый более насыщенный по цвету чуть-чуть и добавим немножечко его среди черного особенно на те зоны где у нас более теплый свет а мы видим что слева там не такой уж черный и темный не такой уж холодный скажем так он немного с теплым оттенком с коричневым поэтому легко вот сюда коричневый добавляю прямо чуть 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 он добавит такого легкого нюанса и будет шерсть выглядеть более правдоподобный по цвету я обещала что мы немножко синего добавим на холодные зоны по серединке беру темно-синий я его часто использую именно для таких целей как раз 151 номер это тоже faber касту карандашик не нужно добиваться такого эффекта чтобы шерсть получилось синяя просто легкий легкий такой холодненький оттеночек там будет и если вы смотрите что там вдруг вдруг если где-то перестарались то вы снова берете черный и как бы погружаете этот синий цвет плотнее в черный таким образом никто не догадается что мы там воспользовались синим карандашом просто черный будет немножечко вот уходить в этот холодный цвет как вот цвет вороньего крыла да вот как называется когда он прям такой черный синий в холодный в оттенок здесь не супер конечно характерно именно для этой окраски но вот тут все-таки есть такой момент я стараюсь чтобы цвета были разнообразнее это и выглядит естественнее живописнее и интересно потом рассматривать работу когда у нас не только один черный и белый да когда вы попробовали и когда вы добавили туда разные оттеночки разные по цвету ну что лобик можно тогда оставить давайте пойдем дальше дальше у нас будут глазки красивые сделаем такой хитрый ход сначала и потом будем уже глаза прорисовывать я беру растушевку и тот черный цвет который мы нанесли с вами вокруг глазиков то есть сделали вот эту черную форму черный контур мы его распределяем в стороны это для того чтобы наш глазик погрузить немножко в глубину и он так будет выглядеть более объемный плюс я это делаю не только снизу но и немножко сверху как бы распространяю вот эту темную зону и он уже как будто бы погружается туда потом и сделаем с вами яркость объем посередине и будет прям вообще супер такой настоящий живой блестящий глаз давайте сначала мы сделаем зеленый цвет наши глазиков а потом добавим черный зрачок так будет удобнее всего у меня будет несколько зеленых очень много брать не будем я основные какие-то цвета покажу вы смотрите те оттенки которые будут у вас похоже на самом деле для таких зеленых глаз практически одним и тем же набором я пользуюсь у меня идет вот такой зеленый он такой салатовый скажем скажем даже карандаш от конте у него 1350 нет нас 55 это серия 51 значит у него номер потом идет зеленый уже более холодный его тоже всегда в зеленые глаза добавляю это уже дервин 430 и 410 forest green который очень-очень популярный везде во всех наборах он есть такой но нейтральный зеленый обычный классический травяной оттенок в общем с тем цветом который поярче давайте сначала возьмем вот такой конты вы можете на самом деле любой какой-то салат выбрать плюс зелеными просто вы можете взять и темно-зеленый добавить туда желтый потом добавить белый и будет нужный оттенок поэтому в удовольствие можно все посмешивать у меня будет сейчас такой простой вариант можно сказать я вот практически ровно все закрашиваю салатовым пока что не добавляя никаких нюансов просто покрываю этим цветом котика потом смотрю так у меня где-то есть и холодный холодного больше снизу пока что у меня глаз будет выглядеть ярче чем на самом деле потому что потом я буду туда добавлять затемнение с растушевочкой там с черным и так далее он еще потемнеет он будет плотнее смотреться кстати есть и какие-то желтые моментики давайте тоже добавим особенно ближе к уголкам там есть какой-то желтый прям цвет и с более темным зеленым с вот этим травяным forest green который дам от дервинта мы добавляем затемнение сверху пока что ничего не растушевываем просто добавляем туда цвет немножечко сверху потому что сверху понятное дело идет падающей тени он будет более плотный оттеночек и немножечко снизу потому что форма поворачивает до туда тоже меньше света попадает поэтому цвет будет более плотный добавили сверху затемнение чуть-чуть снизу серединка у нас пока что самая такая светлая остается дальше берем растушевочную палочку и теперь соединяем все наши оттенки таким образом чтобы мы захватывали темные участки контура который сделали он будет добавлять нам такого нейтрального затемнения немножко с черненьким понятное дело потому что мы черным делали контур сделали это на одном глазике и на другом можете даже заходить на зрачок это не страшно потому что мы его еще не сделали мы еще не поработали получается самыми темными участками я бы еще черного добавил мы сейчас добавим и также потом расставим блики что еще можно чуть-чуть где-то похолоднее кстати снизу и даже похоже что тут оттеночек как будто бы более голубой да не то что прям зеленый капельку поэтому голубого сюда вот так добавлю сочетание рядом голубого с желтым на зеленых глазах тоже очень здорово выглядит потому что они вместе перемешиваются как раз такой приблизительно зеленый оттенок дают сейчас можно снова вернуть контур поэтому опять с тем же черным карандашом я добавляю аккуратненько черный контур и у меня получится что он ложится уже на довольно плотный цвет и как бы будет углублять всю эту поверхность вот для этого обычно я сразу намечаю контур глазика чтобы воспользоваться этим темным цветом и сделать вот такую тень на самом цвете радужки это работает но практически со всеми глазами кроме там очень каких-то светлых с очень светлыми просто вы растушевываете меньшее количество этого черного вот и все потом проставим с вами брики на слизистую нашем случае слизистая темная она практически черная бывает что там больше но как правило да чаще бывает что там больше розового оттенка и слизистая она примерно какая-то красновато-розовато как у нас с вами мы в принципе видим вот здесь в уголках небольшие розовые оттеночки тоже можно будет это сделать это будет все довольно натурально выглядеть ну вот такой вот контур мы снова вернули нашим глазкам довольно ярко все получилось с тем же черным карандашиком мы делаем зрачки сначала можно легко его заполнить не супер черным цветом пока что приблизительно чтобы просто найти его форму обрисовать даже изначально вы можете его сделать немножко меньше вот так вот закрасим а дальше с растушевкой мы распределим эту форму и потом уже будем дальше более четко прорисовывать чтобы был прям ровненький силуэт это для того чтобы мы не зашли за края слишком сильно до чтобы он был правильный по форме изначально лучше сделать чуть меньше и потом увеличить конечно если мы рисуем пастелью можно и зеленым тоже корректировать мы будем с вами и вокруг добавлять зелененький но вот таким способом это сделать получается более безопасно скажем так все теперь черный цвет у нас уже есть мы его можем уплотнить мы видим что сверху он идет прям темнее то есть там больше черного добавляем потом контур до прослеживаем и снизу зрачка тоже цвет он будет темным прям туда много-много карандаша помещаем если видите что вас карандашик недостаточно темненький можно это принципе сделать и с мелком но старайтесь опять же попасть туда чтобы форма была не изменена чтобы он был все равно такой ровненький овальный зрачок снизу затемнили так отлично отлично чуть-чуть по размеру давайте поправим глазик который слева у него зрачок может быть там чуть-чуть вот так вот он будет побольше такие кругленькие миндалевидные зрачки получаются теперь мы добавляем серединку больше синего то же самое вот как мы делали шерсткой наверху это добавит нам дополнительного как будто холодного отражения в зрачках и мы потом сером а серый можно взять какой-то более нейтральный прорисуем с вами серединочку но очень легко я так делаю практически всегда то есть мешаю синий цвет и потом добавляю туда серый такой не сильно яркий у меня это тоже стабила номер 721 он сам вроде бы холодненький но все равно в него хочется какой-то похолоднее карандашик еще добавить если недостаточно ярким смотрится рисунок который вы сделали сейчас в зрачке вы можете с помощью и там легкого слоя белого карандаша и вот чуть-чуть прорисовать совсем немножечко так вот капельку капельку еще более блестящим его сделать показать что зрачок у нас вот такой вот гладенький блестящий это будет очень здорово выглядеть сделали сейчас давайте мы займемся осветлением и бликами если потом будет нужно мы там где-то темненького вернем я смотрю где у нас идут светлые участки особенно рядом со зрачком где они находятся осветляю посерединке и зеленый цвет в том числе работаем сначала с одним глазиком до везде здесь делаем светлые зоны потом перейдем уже на другой особенно серединка она будет самая у нас яркая самая светлая но плюс могут быть и вот на черных моментах на слизистых тоже вот такие блики они будут добавлять нам яркости будет более такой живой взгляд более яркий поэтому серединочку чуть-чуть вот так вот осветляем можно даже намек такой на прожилочки сделать и самый яркий блик мы ставим тут либо мелочком либо ярким карандашом если есть мелочек который будет достаточно белый с острой формы можно с ним попробовать ну главное здесь попасть в нужной в нужную зону если попасть не получилось вы можете это скорректировать с помощью черного карандаша вот так вот например да и тогда зрачок он будет а не зрачок а блик на зрачке он будет смотреться более ярким так немножечко вот у меня такое ощущение что какой-то яркости зеленого не хватает какой-нибудь прям супер насыщенный зеленый сейчас возьму вот такой вот прям безумный по цвету есть у меня бронзил 60 номер его добавлю чуть-чуть снизу мне хочется прям побольше где-то зелененького точечно это сделаю будет светиться будет поярче потому что белый где-то прям совсем убрал да вот эту зеленую яркость теперь с другим глазиком а здесь у нас больше света поэтому блик будет даже более такой обширной будет больше бликов скажем так на серединочку глаза наносим можно сразу найти местечко для блика справа сделать это карандашом а потом туда поставим уже с помощью мелка блик чтобы он смотрелся вот так вот поярче и теперь с мелком аккуратненько главное в этом местечко можно с нажимом добавляю блик слева тоже мелок у меня яркие этот кусочки кусочки не помню хотел сказать сын илье нет по моему это тоже рембрандт был и поэтому он когда-то разломался видите вот так вот крошится то же самое если слишком большой получился блик вы зеленым цветом который примерно там в округе находится слегка его корректируете можно даже это делать кстати не с карандашом можно взять растушевку растушевку заодно немножко затем нет область вокруг блика и блик таким образом будет еще ярче смотреться давайте сейчас по яркости как раз проверим нужно ли что-то где-то нам чуть-чуть плотнее темнее сделать чуть-чуть темно-зеленого сверху я добавила прямо поплотнее там хотелось чтобы поярче была форма сбила можно капельку еще уголки где-то проработать поставить здесь блики и заметно что в уголках есть тоже такой серовато синеватый оттеночек можно добавить либо серого цвета либо можно взять какой-то голубой тоже у меня который упал поломанный малевич весь набор упал на самом деле чуть-чуть добавляю голубенького это будет такой вот капельку холодный нюанс будет тоже выглядеть очень неплохо буквально чуть-чуть много не надо да теперь мы сделаем контур который находится вокруг глазика и там присутствует прям такой оранжеватый можно сказать оттенок поэтому подойдет какой-то терракотовый либо вот теплый коричневый цвет это получается двести восемьдесят третий коричневый нужно будет ему на замену взять еще такой же потому что этот уже маленький совсем и он хорош тем что видите дает такой красновато-рыжий нюанс цвета очень подходит для затемнений именно вот в таких рыжеватых участков а дальше от него можно ввести уже какой-то другой цвет например ту же самую охру которую мы использовали давайте ее чуть-чуть добавим вот так вот для яркости а дальше будем уже добавлять светлые более нейтральные цвета с желтеньким я растушевываю коричневый цвет вот так вот мы аккуратно вниз уходим здесь я знаете как еще иногда делаю есть очень яркий цвет он мне очень нравится это брюнзил 75 номер он такой персиково-розовый и как будто бы даже он уходит в неоновый его прелесть в том что он очень такой яркий и пигментированный он здорово перемешивается с разными желтыми и дает как будто такой вы знаете в розоватый уходящий цвет от желтым получается то что нужно какой-то такой рыжеватый выходит и поэтому я его немного добавляю всегда практически да если этот цвет действительно нужен и на него замечательно потом можно добавлять различные белые в итоге у нас есть такой светящийся нюанс можно сказать но потом вы беленьким вот это перекрываете его остается совсем чуть-чуть и смотрится очень здорово как подложка и для каких-то смеси различных тоже то есть у нас сейчас получилось видите он такой розовенькой оранжевый и желтым вроде бы в то же время а такой подсвеченный участок чуть-чуть стоит доработать зону сверху во первых там капельку можно нам глаза чуть-чуть у так вот приоткрыть и добавить легкого затемнения по форме в принципе нормально у нас получилось как раз вот эта интересная форма овальная мы смогли передать давайте идем ниже ниже как обычно я поступаю вот в таких случаях в таких портретах кошачьих я делаю контур вокруг носика делаю его довольно четко а потом от него уже ухожу в стороны потому что удобно найти какой-то основной элемент за который можно глазом зацепиться и потом вести уже работу от него получается очень удобно и здорово вот такие вот темные ноздри я делаю плотненькие вокруг них виду контур и смотрите то есть одна округла форма как арочка потом еще одна вот эта следующая полосочка как поверхность она как раз служит боковой частью носика сейчас его за штриху и потому что с этим тоже бывают вопросы обычно то есть вот такая вот боковая поверхность у нас идет вот она плотненькая получается пока что без рисунка просто чтобы вы понимали что это не не только какая-то сердечко дали буковка т нос а он имеет и боковые вот эти зоны то есть как у нас есть фронтальная поверхность есть две боковые поверхности у носика дальше можно темным контуром его обвести здесь носик в принципе будет делаться несложно вертикальными такими небольшими штришками изначально можно с черным цветом все как мы делали с вами на лобике на самом деле мы вот так вот заполняем довольно хаотично можно это делать вот так потом добавляем туда коричневый коричневый давайте возьмем какой-то яркий потому что здесь поверхность небольшая и но особо мы тут разнообразие прям супер сильного сделать не сможем но вот это теплый потом он нам будет нужен все равно поэтому я добавляю коричневый на черный чтобы было вот это тепленькое такое свечение красиво дальше можно добавить охру либо даже желтенький тут не принципиально просто в серединку более такого светлого предварительного перед белым оттеночка нужно добавить и потом уже мы будем добавлять туда белый вот так тоже точечно-точечно потом берем с вами белый и с ним только очень-очень легко без сильного нажима и именно на светлых участках мы представляем вот такие точечки пятнышки так ну вот свечение у нас как раз получилось можно в правой зоне еще чуть-чуть побольше и поинтенсивнее добавить белого так хорошо носик у нас уже блестит теперь с помощью черного или темно-темно-коричневого можно добавить затемнение прям от носика показать вот эту темную полосочку такую ореол который идет от самого розового носа чуть-чуть штриховки на боковые зоны как раз право и слева чтобы там меньше светилась бумажка у бумажки вообще довольно нейтральный оттенок вот этот серо-голубой если он где-то и будет просвечивать не страшно да поэтому и хорошо когда мы с вами выбираем относительно нейтральные оттенки бумаги и они если даже там чуть-чуть где-то останутся между штрихами то все это будет очень неплохо выглядеть сейчас можно от носика с темным карандашиком уходить в стороны добавляет затемнение по принципу все как мы делали на участке лба добавляем сначала более плотный цвет находим основные полосочки здесь у нас с левой стороны получается две даже вот такие полоски и потом третье вот с такой змейкой как будто с буковкой с идет тоже ее сразу наметили тут примерно да и в примерном каком-то направлении роста шерсти это дело вы делаете так чтобы мы их обозначили и не запутались здесь не так много полосок вот если брать каких-то бенгалов например то там сложнее честно говоря эти все пятнышки делать с полосками то вроде бы все не так сложно на них можно ориентироваться как раз и вот по ним одну полоску сделали к ней уже там выстроили вторую так в тоже удобно что у нас дальше получается вот смотрите носик у меня готов да и я вижу что рядом с носиком вот ниже его уровня идет темненькая вот такая полосочка я сразу и намечаю это уже точки откуда будут расти усы дальше идет небольшая темная зона и вот эта линия которую я наметила тоже такая s-образная это делаю для того чтобы потом найти где у меня вот еще одна полоска между ними поэтому я ориентируюсь на верхнюю и на ту полосочку которая ниже идет все остается у меня небольшое затемнение под ней так и можно либо сейчас можно и чуть-чуть подождать в принципе сделать темные полоски которые находятся у нас уже ниже там где мордочка заканчивается если уж полоски начали можно их туда же добавить хотя бы примерно будет уже как-то нагляднее понятнее все выглядеть по расположению светлых и темных пятен слева доделали полоску которая вот эта длинненькая шла от внешнего уголка глаза и давайте вот эту с левой стороны тоже темною доделаем теперь с темным цветом раз уж мы с ним работаем давайте легко наметим участочки откуда растут усы мы в принципе намечали сейчас сделаем их просто более такими явными и заметными более конкретными что ли так уголочек такой делаем подносиком точнее где уже ротик начинается легкое затемнение добавляем чуть-чуть поштриховали и сейчас мы можем сфокусироваться например на носике и потом уже пойти в стороны на нос можно добавить такое у локально таракотовый оттенок довольно яркий а дальше мы его чуть-чуть доредактируем по цвету больше холодненького туда добавим у таких кошечек обычно как раз таракотовый оттенок у носика здесь просто освещение еще падает разные поэтому нос по-разному и выглядит с одной стороны где-то более такой фиолетовый вот как раз на ушки помните такой бордовый цвет на добавляли вот примерно такой же можно добавить нам и на носик единственное что нибудь такой ярко-розовое тоже там будет нужно например вот такой розовый это крыта color карандашик и у него уже не вижу номер но вот узнаете такой средний не темный не светлый розовый но все равно немножко разбеленный с его помощью можно будет скорректировать таракотовый оттенок увести его чуть-чуть в розовый цвет и заодно поставить немножечко бликов сверху потому что сверху тоже тон будет посветлее плюс у нас пойдет блик с вами справа вот примерно так делаем первый слой также кстати рефлексики можно сделать снизу и с левой стороны чтобы показать объемчик нашего носа и дальше можно взять цвет какой-нибудь более светлый розовый вот такой например он обычный достаточный цвет распространенный розовенький 190 от derwent его поярче на нижнюю часть носика наношу с черным цветом корректирую ноздри чтобы они были такими побольше сами ноздри ну а розовая часть она выглядела более аккуратный плюс не забываем еще где-то добавить рефлексики с нижней стороны если это нужно так мы еще больше носик с вами подчеркнем с черным цветом мы добавляем серединочку разделение такое которое очень характерно да для кошечек то есть черная серединка и плюс снизу мы тоже затемняем с помощью черного я вот такой красновато оранжевый коричневый добавлю можно его сделать а потом уже взять какой-то желтовато розоватый ну то есть то что был наверху ту же охру например поэтому сейчас мы делаем по тону именно такой разбор потом уже будем добавлять с вами фактуру но плюс минус все равно стараюсь придерживаться направления такой вот легенький прям тон я добавляю стараюсь не терять форму конечно чтобы у нас щечки читались по-прежнему заметьте что не везде идет такой теплый потом да на щеках основание рядом с носиком вот там уже больше именно белого на щечках коричневый тоже есть поэтому его туда добавляем снизу капельку и на щеках давайте добавим сбоку и можно даже вот самый низ будет сюда перейти здесь уже будет чуть-чуть можно сказать попроще более в таких общих чертах будем рисовать снизу также мы видим но более плотненькое затемнение подбородка поэтому сюда тоже капельку коричневого можно дальше возьмем охру охра вот здесь у меня было с ней смотрим где вот у меня самый такой теплый цвет я смотрю да вот на щеках он где-то присутствует наша цель сейчас покрыть тон бумаги чтобы вот это вот под ложечка теплая коричневого охриста она служила уже для прорисовки с белым цветом сейчас такой легкий легкий то потом уже будут шерстинки это такой предварительные у нас и так так на фон что-то я вышла сильно вот так вот потеплее будет все шерсть смотреться давайте посмотрим из оттенка в принципе все нормально единственная бы больше такого розово-персикового вы тоже подобные посмотрите добавила бы на участок рядом с носиком я опять добавлю вот такой вот бронзил который у меня 70 как он 75 замечательный цвет вроде бы такой яркий да но для каких-то участков вот так вот подчеркнуть немножко смотрится очень здорово поэтому рядом с носиком вот есть там какой то такое розовато-рыжеватый я его добавлю такое сочетание может быть если и оранжевый с белым например сочетать здесь и свойств еще они такие мягкие карандаш и бронзил поэтому получается все как-то очень здорово и даже он с темными неплохо сочетается плюс вот эта мягкость и вместе очень хороший эффект выходит немножко его по бокам также добавлю где есть такие оттеночки поярче чуть-чуть и наверное мы снова вернемся с вами к темному коричневому потом чуть-чуть черного а потом уже белый и будет все как на лобике с такой же прорисовкой коричневый я имею ввиду какой-нибудь очень-очень темный плотный чтобы мы вот так вот причесали по темным участкам давайте чтобы не запутаться вот в общем мы сделали всю форму до примерно нижнюю часть серединку такую и нижнюю часть давайте мы прорисовку будем начинать с левой стороны потом пойдем вниз и потом направо чтобы не заблудиться не запутаться и так с темно-коричневым мы добавляем штрих очки и больше акцента делаем на полоске смотрим какие там идут штрихи по длине рядом с носиком да например они более такие маленькие более короткие все также да по бокам они будут более длинные протяженные и уже делаем как будто такую работу над ошибками проверяем все наши полоски чтобы они были на месте чтобы штрих очки были там на месте все в нужные стороны расходилась где-то затемняем даже пускай чуть побольше потому что потом мы с беленьким пройдемся подходим аккуратно к области щек здесь можно и чуть-чуть побольше где-то затемнение добавить плюс нижнюю полосочку которую мы прорисовали ее делаем немножечко вот так по активнее потемнее тоже чтобы она была более широкая более такая явная сделали и можно даже по контуру вот здесь слева добавить еще одну такую полоску так отлично теперь так уже хотел справа на такую же полоску перейти давайте все-таки доделаем участки где щеки вот эти точечки откуда растут усы будущем будут у нас расти мы их делаем тоже по форме но стремимся их все равно делается в такие вот кружочки как будто которые друг дружки примыкают чтобы это были не просто полосочки а именно такими вот кругляшками углубления шли и причесываем их вот так вот диагонально наверх носику подчеркивать тоже основное направление шерсти снизу прорисовываем там уже полосочки нету но мы делаем просто затемнение такое и штришочков чуть чуть потемнее где ротик его можно изначально и как бы там плотнее затемнить другой стороны теперь делаем то же самое наши ряды считаем главное там не запутаться это же из таких вот точечек мы делаем полоску вот эти ряды прорисовываем усы в самом самом конце да будут когда уже все у нас будет готово потом уже в конце будем делать усы и конечно обязательно и чтобы эта круглая форма она там у нас оставалось чуть чуть потемнее участочек урта даже больше где-то темнее чем нужно с расчетом того что я буду туда добавлять осветление с белым цветом с правой стороны тоже самое прямо так вот подхожу к этому светлому участку сразу добавляю затемнение на полоску и тут могу делать штрихи с более длинными такими движениями потому что шерсть уже пойдет более длинная и в принципе потом все что снизу все что мы будем делать на шее будет немножечко попроще потому что штришочки там будут длиннее и будет более вот так вот удобно нам свободно работать проверяем полосочки которые справа мы еще не доделали потемнее вот основные моменты где-то на светлые участки тоже можете чуть-чуть поштриховать добавить полосочек потому что мы помним что темные линии темные шерстинки они есть везде просто они там в разных количествах соответственно маленькие совсем шерсти ночки делаем у носика и сейчас что касается наших счетчик мы тоже туда будем добавлять коричневый цвет темно-темно-коричневый просто делаем это очень легко вот так вот совсем не навязчиво для того чтобы фактура была на чтобы белый цвет он сильно не затемнялся до мешаясь коричневым но немножко нужно сделать иначе просто белые штрихи там не будут заметны если вокруг них не будет вот этой темной области то же самое где участочек у нас подбородочка идет немножко там уплотнили затемнили так ну вот такой прям темный код кошечка точнее такая темная уже получается отлично чуть-чуть теперь чуть-чуть черного просто самые такие самые локальные темные моменты сделать по плотнее и потом уже перейдем на на белый смотрим где участочки прям вот глубине такие черные это основные полосочки справа слева довольно широкие да потом середине коричневых пятнышек то можно добавить черный тогда полоски будут выглядеть более такими глубокими плотными по цвету и можно чуть-чуть даже в некоторые участки точек откуда растут усы так сделали можно капельку где-то на на носике прям вот тоже локально для добавления дополнительной фактурки и цвета с правой с левой стороны от ноздрей они видите так как веером как будто бы темные участки темные волоски расходятся тоже очень интересно как вот да так в разных направлениях красиво идет шерстка очень очень интересно но все этого в принципе достаточно темненького нормально мы добавили давайте возьмем белый карандаш сейчас я его опять заточу чтобы был поострее это канадаш и кстати крита ковар такие же как и вот розовая вам показывала просто у них короче вот это белое окончание их еще с лирой почему-то путаю постоянно это тоже крита color они так плохо затачиваются такая древесина прям очень очень тяжело поддающиеся вот но сами они такие тверденькие и в принципе довольно яркие за счет какой-то своей такой жесткости в общем получаются четкие линии вот для такого плана шерсти очень неплохо белый карандаш конечно каждый хороший для своих определенных целей и разные когда пробуешь то понимаешь да что для одного момента нам один белый подойдет для других целей другой и так далее вот это сейчас для таких финишных точечных каких-то штри шоу чик штриховый чик подойдет хорошо выводим некоторые волоски на темную зону вот здесь чтобы тоже у нас было ощущение пушистости расстояние опять же дело между штрихами тогда будет максимально такой эффект натуралистичный и помним что мы очень не темним в тени потому что там несмотря на то что цвет вроде бы светлый возможен там у нас уже зона более темная и поэтому там не нужно нам добавлять какие-то очень плотные оттеночки потихонечку переходим так вот к щекам то есть по направлению нашей работы делаем все примерно то же самое чуть-чуть сейчас белый он будет размазывать черные коричневые цвета бежевые и так далее да и будет такой вот нейтральный оттеночек получаться давайте приступим к щекам сначала стоит сделать приблизительный хотя бы такой вот контур где щечка заканчивается чтобы мы дальше туда не заходили это как раз делаем довольно ярко с белым особенно сверху стремится щечка она как бы вот по кругу вон туда к слизнячку к вот этому темному уголку туда она идет а снизу тоже конечно там белый цвет но он будет не такой интенсивный поэтому там прям полегче поменьше белого наносим добавляем также осветлений сверху на щечки сверху вот там вот по интенсивнее как раз и рядом с носиком где мы говорили да что там вот именно белый он они какой-то коричневый или бежевенький вот туда побольше белых штрихов и потом опять такой вот растяжку делаем уже с меньшим количеством белого мы уходим к уголку рта ну и вниз тоже внизу мы тоже понятно все это так вот аккуратненько сглаживаем карандашом но делаем это довольно легко так сверху можно еще яркости чуть-чуть с белым добавить так и можно будет сейчас потихонечку переходить уже на следующую щечку с белым кстати можно рефлекс у носика еще капельку вот так сделать поярче главное не переборщить аккуратно на ротик подходим здесь должен сохраниться такой темненький момент где мы с коричневым проходили поэтому белым сглаживаем именно аккуратненько и потом уже уходим вниз на подбородок вот сюда можно добавить больше белого и серединка у подбородка она как раз такая прям довольно яркая должна получиться так потом если что моего чуть-чуть с вами смягчим но сначала делаем его поярче и все это области вот здесь будет довольно яркая зона более белая только справа вот здесь вот правее потому что там свет у нас попадает больше там будет еще поярче и такая прям пушистенькая она должна появиться добавляем штришочки и на нижнюю зону она тоже светлая просто она в тени там плюс добавляется чуть-чуть коричневый пигмент поэтому более плотненький такой участок получается и заодно сейчас уйдем в левую сторону и ее уже доштрихуем здесь тоже есть белые волоски прям совсем слева снизу так и можно будет чуть-чуть выйти еще вот сюда на фон плюс я бы капельку сделала пошире наши щечки давайте возьмем коричневый здесь как будто у меня капельку не хватает хочется знаете больше круглоты еще потому что такая мордочка прямо на все-таки толстенькая кругленькая да хочется этой круглоты туда добавить чуть-чуть поэтому с коричневым вот так вот вышли а дальше мы добавим белый немного так дополнительных штрихов сюда подключим делали можно принципе иногда я так тоже делаю где-то рядом держите один цвет и 2 если ну сначала зашли например на темный его добавили прям вот сразу пока заметили что он ушел и вот так вот переключаетесь ну как один скажем такой из способов это не обязательно в принципе вы смотрите вот как как вам удобно работать все возвращаемся снова в правую сторону с белым подбородочек мы сделали там уже достаточно яркости и как еще можно сделать такой вот ход пальчиком смягчаете чуть-чуть эту область это для того чтобы цвет лучше размешался с нашей бумажкой скажем так чтобы вы больше добавили пигмента и следующий цвет он наносился более ярко вот как сейчас и плюс появилась мягкость первый слой вот такая вот мягкость когда вы растушевали а следующий слой вы уже делаете более четкие контуры и прорисовку переходим к правой щеке левая в принципе у нас хорошо выглядит на правой мы помним что здесь больше света поэтому можно прям по интенсивней белым карандашиком сюда понажимать сделать побольше побольше белых нанесений и дальше уже осторожненько с меньшим нажатием я ухожу чуть-чуть наверх там где у меня рыжие участки и там где штришочки совсем совсем такие небольшие там можно и парочку каких-то бликов принципе поставить на ведь на носике там есть такие блестящие участочки но только точечно потому что это маленькие штрихи смотрим что где-то там до больше белого потом уходим вниз добавляем больше яркости на щечки их подчеркиваем и справа граница на прям очень светлая да она прям такая яркая добавляем поэтому сюда беленького еще побольше чтобы эта зона у нас светилась и будем соединять с тем участком подбородка который мы уже сделали так снизу тоже у нас конечно идет белый просто с таким легким нанесением чтобы он мешался с коричневым и получался нейтральный оттеночек совсем совсем снизу где щелочка заканчивается там можно чуть-чуть делать побелее потому что там присутствует рефлексик то есть отражение света и плюс более белые участки особенно мы их можем наблюдать где-то рядом с ротиком вот тут поэтому то можете чуть чуть больше высветлять потом опять уходить более плотный цвет то есть добавлять меньше белого туда проверим зоны справа здесь такую растяжку можно сделать от подбородка и уходим уходим направо щечку проверяйте по размеру сейчас чтобы она не маленькая небольшая не получалось также на щечках можно некоторые из белых волосков вот так вот в серединке повернуть практически горизонтально будет казаться что больше объема на щеках и все и переходим дальше дальше подчеркиваем свет где-то под глазками если его не хватает можно там парочку до штришка вы добавить по интенсивнее вот так потом в правую сторону переходим и немножко делаем вот такой как бы белую белую границу рядом с черной полосочкой опять же потому что света больше и эта сторона она будет смотреться более контрастный штрихи мы ставим горизонтально более длинные они могут становиться снизу и то же самое мы оставляем между ними такие перерывчики чтобы темный цвет там все равно просвечивал а вот справа от полосочки так как форма уже поворачивает в бок то мы можем чуть чуть меньше дело здесь штрихи и плюс вот будет такой эффект пятнистый полосатой поверхности до где идет практически сочетание один к одному темных и белых волосков наверное потом чуть-чуть нужно будет затемнять я думаю вот эти участки под глазами но мы все равно сейчас добавим туда белые штрихи чтобы сделать эту зону поярче вот так выделяю прям побольше но в то же время этот белый цвет он не должен становиться таким ярким как например участок здесь на подбородочке на подбородке цвет все-таки более светлый будет потому что там шерсть прям белая белая а тут у нас такая довольно ну приглушенная по оттенку кстати как вариант тоже не иногда этим пользуюсь можно взять не белый карандаш а практически белый например вот такой с желтоватым оттенком это тоже faber каста это 103 номер он причем еще знаете такой довольно твердый поэтому он но не дает сам по себе какого-то супер осветления но все равно чуть-чуть дает прорисовку чуть-чуть какую-то яркость и он хорош чтобы сгладить какие-то участки потому что не всегда нам нужен яркий белый яркий белый нам нужен если только делать какие-то выделения блики четкие контуры и прорисовки если мы говорим про мягкую шерсть особенно про какие-то поверхности не на переднем плане то здесь нам это не нужно нам наоборот нужно все это сделать более вот так вот мягко более плавно поэтому для вот таких целей вполне можно использовать и также еще один прием это понятное дело растушевка если вы видите что какие-то из участков у вас получились слишком четкими на каким-то слишком яркими или слишком белыми то их можно немножечко смягчить используя растушевку она сделает более такой плавный переход плюс затемнит немножко эту область я думаю тоже самое снизу вот здесь мы сделаем там где щечки чуть-чуть уведем эту форму плюс ней также можно красиво на фон вывести несколько мягеньких таких прядей либо волосков чтобы линия была опять же не четко но форма оставалась пушистая потом посмотрим с вами я что-то думаю прям вот хочется мне еще вот здесь щек добавить вот нужно или нет сделаем шею и посмотрим может быть я вот тут вот еще щечек добавлю хотя в может быть и достаточно вот этой круглой формы так боковые стороны нормально выглядят можно буквально здесь я капельку белого еще вот так добавлю и с темным давайте наверное не с черным а лучше может быть с каким-то темно-коричневым мы добавим затемнение вот сюда под глазки чуть-чуть немножечко по плотнее ну чтобы эти полосочки которые мы наметили они там читались то не могут уже потеряться среди белого плюс вот это вот направление до такая волна легкая его тоже возобновим отлично ну что можно уже пойти ниже на участок шеи как мы здесь будем поступать давайте сначала мы сделаем наверное все таки сделаем ошейничек но без вот этого без брелка да то есть брелок уже будет потом после того как мы сделаем шерсть а вот этот ошейничек моего наметим и потом пойдем на шею и на участок груди по цветам у нас здесь присутствуют черные бордовые до рыжие зеленые оттенки яркие поэтому начнем давайте мы с черного если здесь у меня до крепления брелка тут пошел цвет такой главное не запутаться сейчас еще здесь у нас граница бордово где-то это левее кстати левее чем серединка носик а если что можете проверять по уже каким-то готовым элементом дальше идет черная зона потом опять рыженький зеленый и так далее черного не так много поэтому серединочку вот эту плотную мы можем сразу закрасить и почему мы сначала делаем с вами ошейничек потому что волоски мы уже нарисовали на подбородке и мы тогда завершим эту область у черной зоны мы наверх как бы из черной в светлую ведем штриховку и получается что вот вот такие вот пушистые волоски у нас остались мы там конечно еще доделаем но вот первой пушистости вот таким образом можно наметить черного практически вот везде во все эти зоны сверху намечаем потому что там будет тень и сейчас нам будет нужен бордовый даже вот такой вот можно фиолетовый его если что мы потом поярче сделаем вот этот свет как такой вот базовый будем намечать то же самое да вот его нанесли перемешали с черным немножечко наверх вот так вот оттянули штрихи так с левой стороны мы тоже видим продолжение потом такого малинового оттенка даже давайте я в дополнение к нему возьму какой-то поярче что ли вот такой вот сиреневый либо может быть даже в какой-то прям ярко-розовая на самом деле не будет нужен оттенок вот этот красный либо в розовый интересно попробуем ну принципе он в розовый уходит такие яркие тоже красный бронзил это 31 номер честно говоря редко пользуюсь ведь он таком заточенном состоянии может быть там парочку носов что-то еще потому что чаще вот именно анималистика идет и не так часто он нужен ну вот так вот капельку для яркости сделаем сейчас весь ошейник а потом вы доведем эти волоски до нужного состояния дальше можем взять оранжевый сначала какой-то тоже более плотненький можно взять обычный на самом деле оранжевый можно сначала лучше потемнее взять и потом добавить более светлые моментики туда что у нас там еще осталось остался ярко зеленый такой прям супер насыщенный оттеночек так можно в него кстати немножко холодного добавить потому что он такой довольно яркий получился сделаем сейчас легкие осветления можно прям с белым чуть-чуть сначала вот так вот ярко нанесу потом можно будет чуть-чуть под растушевать даже давайте на оранжевый возьмем желтые мы видим такую фактуру до определенную у ошейничка я хочу ее но не прямо досконально но примерно передать вот такими точечными штрихами чуть-чуть можно еще вот такой вот персиковый яркий где-то поактивнее добавить если слишком светлые ушли то снова можно туда вот капельку оранжевого теперь на зелененькие можно сделать осветление добавить чуть-чуть туда белого тоже вот такими полосочками я все делаю осветление уже на бордовый лучше сделать с каким-то розовым тоже горизонтально несколько полосочек на участках где должно быть посветлее где больше света попадает вот такая как бы фактурка у нас получается да можно то же самое сделать на черном с помощью серого но там он в тени поэтому не очень-то и видно да что есть какая-то фактура отлично сейчас мы берем карандашик сначала возьмем белый потом можем добавить немного затемнения поплотнее например с коричневым берем белый потому что он все равно будет размешиваться там с другими цветами и какой-то супер яркий цвет ведь он не будет делать потому что мы там с черным перемешался там он с коричневым и с бордовым тоже перемешается и будет принципе то что надо будет такой эффект что просвечивает где-то ошейничек обязательно волоски мы как бы выводим на него несколько там каких-то отдельных можете сделать и заодно немножечко правую сторону там по необходимости доделываем если нужно и вот такой прям пушистый пушистый подбородок у нас становится чуть-чуть доделываем левую сторону подбородка и можно будет переходить уже к шерсти единственное мы сделаем такую подстраховку для брелка который будет и у него легко такой черный очень тоненький контур наметим по сути здесь нужно будет сделать все то что мы делали до этого просто найти его форму и тоненько так вот обвести чтобы мы знали где она можно вокруг закрашивать шерсть чтобы мы не запутались также мы помним что у него есть толщинка видите на не блик такой на самой розовой уже форме ее обводим внутри пока ничего не закрашиваем особо нам нас интересуют только какие-то но детали основные темненькие которые мы можем потерять и общий контур чтобы мы поработали со всей областью вокруг так вот этот звоночек колокольчик кругленький тоже показываем он там немного теряется в шерсти но вот форма у него круглая в любом случае поэтому такой кружочек рисуем этого достаточно остальные вещи уже мы потом сможем доделать с вами берем черный карандаш я кстати когда вот рисую на такие области которые более обширные я беру черный угольный обычно сейчас пока говорю заметила здесь какая-то у меня недостаток мягкости на щеке черный угольный вот такой вот карта он интересен тем что он во первых такой толстенький и сам толстенький у него на самом деле он даже не угольный он пастельный но вот работает как угольный он наносит такую широкую линию мягкую если faber каста он работает жестко вот этот контур он дает то прям такой пушистенькую мягкую и не очень черную линию вот видите то есть вот такой вот он для каких-то деталей там зрачков и прочего вообще не подходят но я его научилась применять для ну вот таких моментов где нужно просто широко просто каким-то темным тоном покрыть этот кусочек и тогда все будет замечательно поэтому с ним можно широко покрывать вот такие зоны либо вы можете даже взять мелок и с помощью мелка наметить темные полосочки еще раз то есть еще раз их проверить найти чтобы они были на своих местах с чуть-чуть фон поправлю разровняю полосочки у нас все разные длины до разного направления поэтому стараемся вот такой вглядываться в отдельную полосочку и намечать ее нужном направлении сначала чтобы не запутаться можно сделать например левую сторону а потом уже перейти на правую может быть удобно будет и всю полоску вам вести попробуйте вот мне удобно например я левый кусок сделала бы так предварительно потом правая потом все вместе уже дорабатываю здесь у нас поворачивает да так направо этот участок они же у нас идут довольно такие уже приближены друг другу мелкие полосочки поэтому здесь очень вот так вот образно намечаем темные зоны с черным кстати потом посмотрю может быть чуть-чуть в щеках добавим посмотрим ладно и можно штрихами такими заполнить оставшийся участочек который слева там уже части вот здесь часть груди где-то идет а здесь боковая часть и поворот к спинке уже слева снизу начинается там шерсть немного по-другому выглядит она не такая уже полосатая больше такая приближенная друг другу то есть там волоски как будто один через один идут в темные светлые давайте займемся теперь правой стороной то же самое от от брелка идем показываем что под ошейникам идет темная полосочка стараемся тоже по направлению роста шерсти идти и можно довольно длинные штрихи да потому что тут шерсть уже длинная прям дальше идет интересная полоска потому что здесь некоторые волоски шерстинки они смотрят на нас и поэтому они практически вот так вот прямо расположены это мы будем делать уже с помощью светлого цвета сейчас нам не обязательно это показывать дальше показываем как шерсть справа так поворачивает и вот так вот округло до заходит уже стремится голове очень яркая полосочка очень темная идет следующая поэтому ее можно сделать прям по интенсивнее и даже сделать более плотненькое затемнение которое у нас находится рядом с брелком она прям будет более темное такое насыщенное все это уводим тоже вправо наверх и эта полоска она как будто опоясывает всю эту область остается нам такие небольшие более тоненькие полосочки остаются в них уже легче запутаться поэтому внимательно прям в одну вглядываемся и рисуем потом уже идем к следующей я рисую даже такой широкой стороной карандаша чтобы с одной стороны следить за изображением и вот сразу намечать сделали и вот так вот можно практически до самого низа нам доделать полоски осталось еще парочку так 1 и вот 2 км совсем снизу идет сейчас мы можем взять растушевочную палочку и сделать такую небольшую хитрость только по направлению роста шерсти вот так вот объединяем светлые и темные участки и заполняем светлые кусочки вот таким вот серым серым оттеночком рядом с брелком здесь можно повнимательнее с острой стороной растушевки вот так вот подойти обрисовать вокруг эту форму подобраться к ошейнику и можно даже очень мягко сделать вот такие края силуэт окошки справа и слева это поможет нам в общих чертах увидеть всю форму которая нам осталось полосочки все равно у нас остаются мы все равно их видим просто все участочки становятся более мягкими и это будет нам уже удобнее нарисование если более такая детальная работа более тщательная была на этапе мордочки здесь мы можем вот так вот чуть-чуть дославится вполне это будет нормально так ну что все первый слой такой готов а дальше будет по тому же принципу с которым мы с вами работали понадобится темно-коричневый карандашик где-то его потеряла возьму вот такой вот которым чуть-чуть поярче тоже кстати неплохой он получается 177 по номеру да а вот это самый классный ну который для затемнений в рыжих моментах 283 я вижу что довольно много такого похожего теплого коричневого оттенка у меня находится слева от ошейника поэтому туда могу прям побольше такого коричневого добавить здесь может быть толще сами штрихи поэтому я не вертикально держу карандаш а вот прям горизонтально можно сказать столько за исключением участка где нужно сделать тонкий контур и прорисовку например рядом с брелком остальные области можно рисовать довольно широко чтобы получалось как раз вот такая вот мягенькая шерсть ну и за счет этого получается что вроде бы довольно большая у нас плоскость слева да ну слева справа снизу до весь участок шеи но мы делаем это вот так вот довольно смело широкими штрихами поэтому тут заполнение будет идти быстрее ну и нет конечно таких деталей как глаза нос на чоке и так далее с левой стороны я вижу что здесь идет участок более плотный поэтому тут коричневый тоже потемнее я добавляю и наверное мы потом даже добавим туда немножко черного посмотрим но разнообразить теплым цветом нам нужно сейчас полоски в любом случае особенно некоторые из них и сверху да вот сверху прям там больше такого коричневатого момента также можно серединочку здесь я даже прям на светлые полоски чуть-чуть добавлю коричневой чтобы эта область была более теплый этот коричневый будет отвечать за темные участки на уже светлых полосочках ну и за левую часть тоже так вот подштриховали можно взять еще чуть-чуть более теплый оттенок коричневого тоже пускай это будет серединка и сторона слева право тоже немножко можно с ним уйти давайте мы сейчас чуть-чуть с черным еще доработаем те участки где плотнее и потом уже все пойдем на свет повнимательнее прорабатываю зоны под ошейника вот те самые темные полоски их немножечко делаю интереснее плюс добавляют дополнительные штришочки чтобы там они пушистее выглядели плюс у нас было такое неполное заполнение цветом поэтому сейчас вполне можно сделать эту зону более темный и конечно тени и все что находится вокруг брелка тоже будет потемнее с правой стороны опять же вот эта полосочка более плотная и рядом с зеленым где заканчивается правая часть ободка там тоже потемнее доделываем на коричневом волоски вниз идем на еще одну полосочку здесь как раз таки вот этот участок где волоски смотрят на нас поэтому тут черный можно добавлять более вот так вот хаотично в разные стороны делать штриховку и дальше уже мы с со светлым с белым будем примерно ну даже наверно не с белым посмотрим на белого чуть-чуть будет светло-желтенький возьмем там и так далее ну чтобы не было такой яркости как наверху наверху тоже потом посмотрим может быть кстати и чуть светлее сделаю потом подбородок темная зона прям очень очень такая черная плотная рядом с брелком вот здесь и и затемняем и здесь же идет очень темная полоска плюс она не ровная а такая как будто из кусочков до идет из темных пятнышек которые рядом и и доделываем и смотрим то что снизу в черном основные затемнения я добавила давайте сейчас пройдемся по более светлым участкам я предлагаю взять либо какой-то розовый бешевенький либо желтый либо вот такой вот светло-желтый я начну с такого розоватого заодно покажу вам как он работает на темных участках вот вроде бы он такой яркий даже можно сказать там где-то неоновый в какой-то степени если она чистой бумаги то с добавлением уже на готовый слой он не дает такой яркости но в то же время он дает такую мягкость четкость то есть одновременно он и мягкий и яркий прямо замечательный такой карандаш очень очень подходит прям для многих моментов удивительно наверное мой любимый в наборе кроме белый кстати той же у меня бронзил из этого набора очень быстро закончился он тоже такой мягенький с ним замечательно было шерстку тоже смягчать чтобы она прям знаете иногда хочется прям чтобы такая пушистая гладенькая была вот которая бывает иногда таких беленьких кошек очень нежная вот он для этого хорошо работает видите по более чистому участку вот здесь например где бумажка больше светится вот там он выглядит действительно ярким прям таким розовеньким где на темном фоне он более такой спокойно бежевый смотрится но здесь есть действительно такой немножечко оранжевый розоватый потом поэтому его мы добавим но тут дело еще как бы в освещении поэтому мы постараемся это передать и сейчас по светлым участкам мы пройдемся с вот этим розоватым вы можете подобрать просто какой-то альтернативный бежевый например либо это может быть тоже охра просто потом вы добавите больше белого с большим количеством этот цвет он уже получается как будто разбеленной если у вас он очень разбеленной не будет то просто потом побольше белого то есть все очень так вот вариативно нет какого-то прям четкого до жесткого правила что можно делать только так и никак иначе нет вы все равно сами решаете какие оттенки вам подбирать просто я делюсь тем что у меня хорошо работает уже просто по опыту рисования пушистых животных так с левой стороны тоже кстати довольно яркий и пушистый бы здесь вот моментик такая полосочка насыщенная не сделаем когда я работаю с краешками там я стараюсь не добавлять очень много цвета скорее я просто чуть-чуть по верхушечка мы их смягчаю также уходим вниз на самом деле довольно монотонная можно сказать работа с нижней частью потому что примерно все идет одно и то же лишь с той разницы что где-то у нас меньше нажим 1 цвета где-то больше особых каких-то таких деталей нету которые нужно прорисовывать по сути идет просто такой вот ровно заполнение шерстью про светлые оттеночки тоже вы помните что они в темных зонах тоже есть но в меньшем количестве иначе у нас не будет ощущение что у нас все это ровная поверхность просто полосата будет казаться что все это какими-то такими объемами идет правую сторону чуть-чуть тоже ухожу серединочки вот особенно хочется больше этого бежевого оттенка по краям он уже конечно нет такой не такой насыщенный там больше смешения с сереньким будет и вправо на самом деле я бы там уже добавляла какой-то светло-желтый вот такой например потому что он будет просто давать нам серовато и такое ощущение от света не будет такой сильной яркости и мы сможем мягко повернуть эту форму вправо вниз заодно кстати он хорошо будет смягчать рядом с фоном участочки чтобы цвет мягко вот так вот уходил фон и это даже больше характерно для правой стороны потому что она у нас больше освещенная все таки на этот темные участки они тоже более светлые слева здесь не совсем так происходит то есть там может быть больше контраста но все равно я бы тоже добавила туда немножко желтого чтобы перемешать но даже не желтым такой светло-светло бежевый скорее давайте немножечко охры добавим особенно серединку на светлые участки тут можно быть повнимательнее и и уже вот так вот прорисовывать волоски потом какого-нибудь не очень яркого белого карандаша мы добавим наверх заполнить нужно конечно довольно большую область поэтому здесь вот так вот постепенно идет работа с разными цветами по всем участкам хорошо тоже смягчает вот этот охристый брюнзил внизу кстати потом я знаете иногда делаю такую растушевку такой вот блюр эффект то есть немножко смягчали чтобы форма туда вы поворачивала и все внимание было на центральную зону желтенький неплохо этот смотрится сильно вправо вниз его добавлять не буду где-то вот на центральной зоне с ним сфокусируемся и можно с правой стороны тоже так и немножечко где-то даже налево его добавлю соединю с краешком самим силуэтиком давайте посмотрим немножко наверное все таки да давайте добавим белого а потом какие-то участочки наверное будем углублять снова начну я с тех зон где прям будет поярче цвет это серединочка рядом с ошейником как раз где волоски вот так вот на нас смотрят где они подняты их можно делать довольно коротенькими и прям в разном разном направлении в таком в пушистом хаотичном потому что они приподняты и у них вот такой вот поворотик идет дальше с правой стороны тоже самое довольно светлые они располагаются и старайтесь попадать на уже готовые светлые участки таким образом вот этот эффект свечения он будет еще больше с правой стороны мордочку сейчас чуть-чуть доработаю чтобы уже полностью все эти области соединить если видите что где-то там бумажка светится либо какие-то другие участки до остались нетронутыми то вы смело их доделывайте потому что сейчас сейчас шею закончим все что снизу и будет такой прям финишный этап сделаем ошейничек и потом уже сын и остальные детальки там тоже проверим теперь идем ниже здесь посмотрите идет как будто бы такими слоями шерсть и мы поэтому их делаем по кусочкам не вот всю светлую зону полностью выбираем некоторые прятки их прорабатываем дальше делаем перерыв и переходим к следующим чтобы ну как такой слоеный пирог небольшой все это получалось но вся эта зона она в общих чертах плюс-минус все равно будет нормально смотреться я имею ввиду что если вы даже какую-то складочку пропустите ничего страшного не произойдет все равно все будет нормально выглядеть так теперь вниз уходим и здесь тоже самое как бы краешки вот этих светлых областей мы их делаем более яркими в идеале чтобы наши штришочки они начинались мягко и более ярко заканчивались на их окончании тогда будет ощущение как раз что светлая шерстка светлые волоски они как будто вот из глубины появляются прорабатываем основную зону посередине и к низу я уже не так ярко наношу белый цвет тоже добавляю шерстинки но делаю их не такими заметными более плавными то же самое касается левой стороны шерсти потому что здесь потемнее у нас здесь меньше света и сюда мы не будем так сильно нажимать на карандаш тоже белый должен быть просто он будет более таким легким более мягким он конечно здесь не помешает в любом случае даже с левой стороны можно делать прям коротенькие коротенькие штришочки чтобы нас было сочетание темного и светлого оттеночкой здесь можно будет потом чуть чуть еще больше закруглить эту область чтобы такой острый вы здесь краешек не получался и главное чтобы везде был такой довольно хороший слой постели чтобы было ровно и заполнение а самая яркая наверное вот это до полосочка который идет прям под медальончиком ее еще чуть-чуть выделим тут вы можете руку тоже менять в направлении чтобы было удобно рисовать все шерстинки соответственно какие-то из них посмотрите белые но довольно светлые скажем они длинные поэтому некоторые могут там вот выходить и быть вот такими вот длинными длинными просто они выросли видите вот такой длиннее чем остальные это тоже нам будет добавлять такой естественности всему изображению ну вот доделаем правую сторону здесь можно поменьше и даже посветлее ой смысле меньше нажимать на карандаш вот что я имела ввиду меньше света чтобы ну вот такой вот чередование оставалось темного светлого доделаем сейчас правую сторону с белым и я бы даже посмотрим может быть туда чуть-чуть бы серого прям чистого серого добавила чтобы смягчить где-то эти моменты такие довольно еще ровные полосочки получили сейчас белым цветом их немножечко вот так вот будем разряжать хорошо да можно капельку взять серого такого нейтрального какого-нибудь все это увести чуть-чуть мягко в правую сторону стабила кстати тоже очень мягкие карандаши прям вот так они могут нежно делать переходе ки как и бронзил бронзил наверное чуть чуть поярче то есть они мягкие и яркие стабила они не все мне кажется не все цвета такие яркие но тоже очень мягкие у меня на некоторых участках темный ушел поэтому с коричневым я немножко основные зоны на дело чтобы чуть-чуть были поплотнее некоторые области которые ну вот слишком светлые стали плюс заодно у меня добавится здесь небольшой слой постели тоже будет лучше помягче выглядеть темная полосочка смотрится неплохо и наверное кстати больше темного будет под участком мордочки тоже проверяйте чтобы не слишком светлый цвет вы здесь уходили чтобы тень была заметна и можно коричневого чуть чуть больше с левой стороны и в принципе слева немножечко так вот смягчить с коричневым эту область показать что там тени там чуть меньше подробностей кстати давайте там с черным доделаем левую сторону что же проверьте у себя достаточно ли здесь темный участок с одной стороны участок должен быть и темненьким но и мягким в то же время ну хотя бы вот немножко туда яркого какого-то черного добавить можно темный темно-серого например эта полосочка рядом с медальоном которая тоже может быть по плотнее такие блестящие формы тоже здорово потом будет как вот эти брелки прорисовывать ошейнички очень интересно сейчас мы до него доберемся проверим еще шерстку чуть-чуть парочку каких-то затемнений углублений посередине делаем вот так да нормально принципе по темноте чтобы сильно еще не затемнять с растушевкой можно будет добавить пушистости по краям чтобы волоски их развернуть как бы более горизонтально относительно всей поверхности шерстки вот так и с одной и с другой стороны их можно вот так как бы приподнимать мягко-мягко это добавит дополнительной пушистости и красоты наши кошки отлично теперь будем делать сам ошейничек его прям приближайте на изображение когда делаете здесь что на что можно обратить внимание кстати от зеленый от зеленой части идет вот такой вот замочек кстати беленький но не беленький металлический сначала можно с белым цветом пройтись по всей этой форме вот так ярко дальше растушевка на растушую и добавим тени поэтому все сейчас металлические колечки вот так покрываем белым белым можно любым принципе по чистой поверхности не закрашенной у нас все карандашики будут хорошо ложится так даже можно яркий свет вот это сбоку добавить на розовом брелочки с правой стороны да пока что сначала сделаем металлические детали а потом уже доделаем розовую часть давайте с голубой лучше стороной с растушевкой пускай растушевываем чтобы получился прям металл блестящий нам нужна контрастная поверхность это первое да потом она должна быть гладенькая ну и принципе все то есть это две основные детали соответственно вот какой-то тон это может быть но любой какой-то серый вы сначала сглаживаете потом мы добавим серый белый да все равно какой-то в серовато растушуются дальше мы берем черный добавляем самые темные участки как раз за счет этого будет блеск потому что будет сочетание очень темного и яркого белого смотрим где там прям такой темный черный цвет добавляем ведем по контуру наше колечко также отверстия которые есть в розовом брелки она тоже темная можно черным цветом сделать добавить у него контур также с правой стороны вот так вот его подчеркиваем затемнение кстати можно тоже добавить сверху слева чтобы толщинку у него подчеркнуть и темные есть участочки на этом звоночке на самом насколько там получится тоненько показать что вот там есть такая темная поверхность дальше берем белый карандаш с белым сейчас так прорисовать нужно вот этот звонок у меня как-то полностью туда не поместился на самом деле поэтому его чуть выше подниму но пускай вот так вот намеком он будет дальше поярче делаю самые светлые области по серединочке колечко блик также блик на самых выступающих на основном кольце областях на самом таким ярким делаем карандашиком и я забыла кстати сделать на вот этой на застежке до который мы белый выделили получается такой контур и с двух сторон такие легкие затемнение главное чтобы серединка была светлая тогда будет ощущение что это у нас металлическая поверхность ну что кольцо хорошо выглядит особенно для такой небольшой формы все нормально прорисовали где-то смягчили блик можно в принципе и мелком попробовать поставить на звоночки так если туда попадете и теперь будем делать розовый брелок чуть 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 ярче его светлый участок справа контур в принципе у него и светлая часть есть беленькая слева там можно тоже легко добавить потом мы с розовым это перемешаем но и дальше не сложно мы берем ярко розовый делаем сначала светлую полосочку справа помним что у нас толщинка остается там на самом деле даже нужно будет чуть больше белого сейчас добавить то есть один белый цвет на как бы одна белая полосочка за толщинку отвечает а вторая это самая часть плоской стороны белая мы сейчас делаем вот так и попробуем туда добавить контур какой-то например вот так серым чтобы видно было что это что это толщина идет ну вот примерно так если чуть-чуть зашли за общую форму то есть черным либо коричневым тот который на шерстке рядом находится с этим цветом вы можете вот так вот скорректировать чтобы сделать все более четкий контур либо это можно сделать и с растушевкой сгладить вот так вот поверхность она будет более четко и сразу и потом если что просто еще разочек по этой области пройтись хорошо сделали вот такой вот ободочек розовый светлый розовый сначала и потом понадобится нам яркий яркий давайте попробуем подобрать может быть там прям знать какой там супер неоновый у меня вот такой вот есть но мне кажется недостаточно ярковат розовый бронзил это получается 36 бронзил есть у меня еще вот такой это 38 но наверное мариновый хотя попробуем но в принципе он ничего если его мы с другим розовым смешаем но такую фуксию яркую неоновый вам нужно найти по цвету но можно и другим цветом тут ничего как бы принципиального не произойдет на принципе то что он розовенький хорошо выглядит что розовый брелок поэтому делаем такой так и давайте попробую сейчас него с таким цветом разровнять он может быть чуть за счет того что будет посветлее он будет смотреться ярче так отлично а может быть еще с этим с вот этим розовым я чуть-чуть до работаю светло розовый потому что он такой мягенький во первых приятный и добавляет более неоновый цвет такой становится брелочек хорошо надпись будем делать давайте попробуем нужен тоненький не тоненький средства этого черного карандаша сейчас проверим но такую без супер энтузиазма надпись намеком сделаем это по желанию я попробую добавить я вообще люблю такие надписи добавлять кстати надо было может быть не черным и каким-то может быть фиолетовым темные или сердечко не влезает вот сюда но принципе ничего можно розовую каем очку чуть расширить чтобы у меня это сердечко туда помещалась давайте я возьму какой-нибудь правда темный фиолетовый у меня был он кстати особо не пользовался бронзиле вот такой 53 пару штрихов буквально с фиолетовым туда буковки и будет вот так поприличнее выглядеть не будет прям какой-то серый цвет от этого черного идти ну что отлично предлагаю вам немножечко больше яркости сейчас на подбородок проверим вообще по беленьким пройдемся и сделаем усы вот это кстати тот самый меловой про который мы говорили жаконда кохинор который очень распространенном везде есть он видите он такой сглаживатель он сглаживает осветляет не дает сильно какую-то четкую линию скорее просто вот такой вот мягенькую на что самое время нам нарисовать брови и усы бровки тоже присутствует растут кстати как раз из этого темного участочка который над глазиком и рисовали поэтому осторожненько заточенному карандашом лучше сделать линию чуть более легкой чем наоборот очень резкой теперь можно сделать основные усы они с правой с левой стороны у нас понятное дело есть только с левой стороны они будут более темные то есть там белый вы не сильно наносите не так сильно нажимаете на карандашик усы которые ближе к рту они будут поменьше плюс там есть темные основанием усов то есть усы он начинает идти с черным цветом потом переходит в белый мы сначала сделаем с вами все усы белого цвета а потом основание немножечко доведем уже с черным можно наметить основные до усы потом некоторые из них чуть-чуть смягчить в фон чтобы они были легче какие-то из них наоборот вы можете взять и скажем выделить сделать более яркими несколько это будет интереснее выглядеть какие-то будут совсем вдалеке усы небольшие тоже такие стоит наметить и чтобы они по длине отличались потому что в идеале нам захочется вот наши руки точно захочется их делать прям одинаковыми а мы постараемся все-таки внести разнообразие туда давайте сделаем теперь правую сторону а потом уже будем с черным дорабатывать то же самое кстати на подбородке какие-то из волосков будут более длинные тоже можете несколько туда добавить растут все усы из черных вот этих точек как раз да поэтому от них мы их и ведем стараемся чтобы некоторые вот так вот заходили друг на друга не всегда вот у меня тоже они получаются прям как надо но я стараюсь иногда прям очень одинаковые получается знаете как вот веером делаешь и потом думаешь как же так она вышла поэтому если сразу сделали их как-то очень симметрично добавьте несколько торчащих в какие-то другие стороны и из вот этих темных зон тоже кстати идут такие вибрис и вибрис это все они по сути называются то есть все усы это вибрис у котов и брови и вот эти которые на щечках сами усы и вот здесь еще на ручках на лапках у них там растут у кого исход дома можете проверить там тоже есть несколько волосков это ну для ощущения пространства и так далее и без черным цветом давайте некоторые из них сделаем в темном основании прям чуть-чуть там их немного вот особенно они растут верхней части темным таким началом здесь можно парочку сделать главное не перестараться лучше чуть чуть меньше чем больше потому что усы не должны как-то сильно нас отвлекать от всего остального просто дополнять красоту наших кошек и готов ну что вроде бы все чуть-чуть по темному сейчас проверим может быть некоторые по плотнее участочки сделаем вот снизу особенно не хватает прям где-то темных здесь штришочков по пушистости тоже посмотрим может быть сюда там чуть-чуть чуть-чуть кисточки по длине и принципе нормально по длине и хотели мы капельку смягчить вот так вот пальчиком по бокам там чуть-чуть еле касаясь и снизу справа с левой стороны снизу чуть-чуть вот так вот помягче отлично ну что подписываем нашу прекрасную работу можно в правом нижнем уголке и на этом будем завершать наш урок спасибо вам большое за внимание я надеюсь всем очень понравилось и вы узнали для себя что это новое интересное мы увидимся с вами обязательно следующих видео пока пока